Особенный мир на бумаге. В областной библиотеке для детей и юношества в выходные в теплой дружеской обстановке открылась выставка непрофессиональных, но очень талантливых художников из организации молодых инвалидов «Грани». На 80 изображениях здесь есть и живопись, и графика, и аппликация, и пластилиновые работы. Яркий, необычный мир детей с различными недугами. К художникам было только одно требование – создать шедевр, используя всего три цвета. Желтый, символизирующий синдром Дауна, синий цвет аутизма и фиолетовый, общепризнанный оттенок эпилепсии. Выставку планировали больше полугода. Начинающие авторы несколько раз в неделю собирались в библиотеки на свою арт-терапию. Ребята все разные, и для кого-то эти занятия – это действительно арт-терапевтические, когда кусочки бумаги, которые можно рвать, когда пластилин, когда какие-то пайетки, пуговки, веточки, камушки и палочки, они играют именно вот такую глубоко значимую терапевтическую роль. А есть ребята, для которых рисование уже высокий интерес. В разговоре понять особенных детей бывает совсем непросто. Другое дело – смотреть на их рисунки. В каждом характер, темперамент, душа начинающего художника. Чтобы понять суть, слова не нужны, но они все равно есть. В цитатах и афоризмах, выдержках из книг и любимых фильмах, использованных в качестве подписи к работам. Любому посетителю будет понятно, что у автора творится внутри. У них свой мир, у них свой подход. Они не рисуют реализма, потому что они, наверное, немножечко по-другому смотрят на мир. Сначала я боялась, конечно, мне было как-то так, сработаемся, не сработаемся. После первого занятия все сразу прошло. Они прекрасные и замечательные. После каждого занятия я выхожу вдохновленная и сижу тоже дома рисую. Кажется, что цвета из разного спектра сочетаться не должны. Будут пестрить в глазах. На деле это не так. Экспозиция получилась очень нарядной, праздничной, жизнеутверждающей. Смотришь и хочется улыбаться. Профессиональные художники, к слову, оценили не только умение сочетать цвета, но и манеру построения композиции в работах. Есть очень интересные находки, профессиональные. То есть, конечно, тоже уровень разный, но есть очень одаренные рисунки. Просто сделаны по всем законам профессионального искусства. Я вот сейчас посмотрел, у меня что-то зародилось свое, какая-то новая работа придумалась даже. Тут я точно совершенно говорю. Уникальный талант особенных ребят пробуждать вдохновение отметили все посетители выставки. Выставка, как правило, не живет долго. А так хочется, чтобы рисунки ребят могли посмотреть, во-первых, возможно, большее количество людей. Во-вторых, чтобы они пожили подольше. Может быть, когда-то, я не говорю, что в этом году, трансформируется вот это художественное творчество в альбом или в книгу. Но пока книга – это только мечты, ивановцы могут насладиться выставкой, посмотреть и почитать. Сказки «Фиолетового леса», «Желтого солнца» и «Голубой воды» можно будет до 15 мая. Людям с тонкой душевной организацией, вне зависимости от возраста и социального статуса, рекомендовано. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.